спасибо я конечно представляю подглес про но в основном буду говорить конечно не о подглесе сегодня о том чему посвящено наше заседание вопросом совместимости связано с этим вопросом а что вообще такое отечный софт потому что прежде чем вы искать конечно надо разобраться что это такое ну так получилось что большинство отечного софта действительно так или иначе используют какие-то международные компоненты вот но именно говорю международное не всегда означает иностранное вот если в них есть достаточно существенный российский след то тогда не совсем правильно называть их иностранными даже если они являются международными так получилось что в посвящ российский вклад достаточно берег самого начала то есть с той поры когда посвящ стал свободным продуктом девяносто пятого года российский вклад туда пошел сразу он признается значит во всем мире есть огромные совершенно куски которые сделаны русскими в том числе нашей команды которые сейчас существуют в виде компании под без про это здорово мы этим гордимся это позволило нам собственно создать российскую компанию российский продукт давайте следующий слайд пожалуйста можно там укрикнуть ага вот и собственно когда мы задумываемся что такое отечественный продукт нам конечно нужно какое-то формальное определение формальное определение существует то что в едином реестре то является российским вот как у нас туда попало это вопрос не наша вопрос экспертов единого реестра но мы знаем что не всегда работа идеально но вот ребята которые занимаются искусственным интеллектом они подскажут что не всегда нужна точная информация иногда даже не точная бывает полезной позволяет принимать правильное решение в общем реестр существует он растет и развивается мы посмотрим на него отдельно чуть позже однако реестр оказался мало пригоден для поиска софта особенно поиска который решает конкретные задачи удовлетворяет определенным требованиям вот поэтому в рпп мы несколько лет назад решили создать свой каталог который был бы таким дополнением к реестру который помогал бы находить то что этом реестре есть вот и мы тогда решили что главным признаком по которому еще интересно искать софт помимо классификации названия будет совместимость отечественного пау почему потому что заказчику для решения своих задач нужно создавать какие-то комплексы пау если он закупает например субеды или офисный пакет и операционную систему очевидно что это должно быть друг с другом совместима информации об этом в едином реестре нет искать ее по сайтам поставщиков достаточно бесполезно потому что сайты отечественных поставщиков увы как тут уже сообщали нам мало информативно зачастую бывают вот мы решили создать единый такой источник вот ну понятно что какой способ создать такой источник только спросить у людей у тех же поставщиков просто разместить эту информацию в единой форме вот у рпп нет своих экспертов которые могли бы качественно информацию проверять тем более обшаривать весь реестр и самим определять кто с кем совместим мы просто даем информационную площадку где производители его могут размещать о нем дополнительную информацию том числе информацию совместимости а с 22 года также информация об импортозамещении реакции на санкции со стороны рпп стал создание там раздела импортозамещения где можно указать какой иностранный продукт конкретно ваш российский софт заменяет вот но и этого не хватает поскольку существует по у которого российских аналогов нет и в этом случае обычно люди идут за open source он вот open source конечно не замена импорту особенно если это импортный open source даже если вы берете его из российского репозитория он собственно российским от этого не становится вот надо понимать что все равно к нему нужен определенный подход и все те риски которые относятся к иностранному по общем open source у не российском то точно также относится следующий слайд пожалуйста вот так выглядела несколько дней назад страничка каталога когда если мало с нее скриншот там видно сколько там чего там есть все продукты все производители которые есть в реестре это просто импортируется из реестр при том что есть возможности вводить свое вот но информация совместимости о заменах которые здесь это вводятся непосредственно пользователями потому что в реестре этого нет то есть он работает по принципу web 2.0 как это раньше называлось когда информация в основном размещается пользователями помимо всего у нас есть свой рубрикатор rpp который более подробный более информативный более детальный чем рубрикатор мин цифры это удобно то есть на самом деле можно и тем и другим рубрикатором пользоваться на каталог на сайте каталога кому удобно кому нет выбирает тот рубрикатор который им удобно есть информация о замене теперь уже как я говорил можно размещать новости о продуктах чем многие вендора пользуются можно размещать информацию внедрениях продуктов тем тоже люди пользуются вот это все плюсы но есть еще минус неполнота неполнота связано с тем что далеко не все участники реестрами цифры размещать информацию в каталоге вот и далеко не все в равной мере качественно и полномасштабно к этому подходит тем не менее информация там есть и ей можно пользоваться людей пользуются следующий слайд пожалуйста вот там заложена некоторая концепция совместимости которые здесь примерно проиллюстрирован на этом слайдике вот но совместимость мы считаем это парная совместимость то есть продукта совместим с продуктом б понятно что в реальности существует более сложная форма совместимости на их сложнее формализовывать поэтому мы это не делаем и сводим их к парным вот есть различные типы совместимости например продукт работает на определенной операционной системе или операционная система работает на аппаратной платформе или там продукт работает на аппаратной платформе или продукт а обменивается информацией с продуктом б корректно то есть нет совместимости с нет проблем с совместимостью форматов и протоколов. Также предусмотрены разные уровни совместимости. Односторонняя декларация, когда вендор заявил, что он совместим с чем-то двухсторонняя, когда есть подтверждение, и внутри этого каталога есть механизм для того, чтобы они обменивались запросами на подтверждение и подтверждениями совместимости. Независимый тест, пока что мы не производим таких тестов, но, может быть, кто-то сможет. Ну и совместное внедрение, то есть, если известно где-то, что два продукта внедрены и работают вместе, то мы считаем, что это совместное внедрение, и модератор каталога в некоторых случаях проставляет такой признак. Хотя, конечно, опять же, не везде, потому что возможности РПП ограничены, мы всего лишь общественной организацией. Извините, следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайдик можно? Ну вот так примерно выглядит страничка замены иностранного, ПО, здесь есть класс, название иностранного ПО, список российского, можно кликнуть на все, что угодно, перейти на детализацию. Следующий слайд, пожалуйста. Как попасть в каталог? Попасть в каталог может каждый. Иногда в РПП пишут письма. Пожалуйста, включите нас в ваш каталог. Ответ. Мы не включаем вас в каталог. Мы просто даем вам возможность разместить там информацию. Регистрируйтесь, там можно зарегистрироваться пользователю любому, указать, что он является представителем той или иной компании, приложить документ, который это подтверждает. Модератор рассмотрит, убедится, что так и есть, даст вам доступ, и вы сможете вносить и исправлять там информацию. При этом периодически производится также импорт информации из единого реестра, и каталог все время обновляется. Мы рекомендуем тем, кто раз попал в каталог, уже начал с ним работать, обновлять там информацию, размещать свои новости, пока что в неограниченном количестве. Хотя некоторых мы уже зажимаем силами модератора, потому что все-таки это не рекламная площадка, это информационный ресурс, где надо писать по делу конкретно. Спасибо. Следующий слайд. А вот история. Решил я построить графики, я астроном по основному образованию, поэтому мне всегда интересно строить графики и находить в них закономерности. Это количественная история наполнения реестра Минцифры и каталога РПП. Ну, видно, каталог возник позже, наполняться начал позже. Реестр вот так вот наполнялся. Здесь заметна такая ступенечка в наполнении реестра, когда он в несколько раз разорванул. Это произошло благодаря эпидемии, пандемии ковида. Ну, вот я считаю, что истинный смысл ковида именно в этом, он простимулировал разработку отечественного ПО и наполнения реестра. Мы пока не знаем механизма его действий, но так часто бывает. Опять же, с тем же искусственным интеллектом мы не знаем, как он работает, но он работает. Так же и ковид. А в каталоге РПП более заметная ступенька произошла как раз в момент, когда были объявлены санкции весной 2022 года. И тогда он стал очень популярен как раз благодаря разделу импортозамещения, который сразу стал всех интересовать. И мы тогда очень быстро преодолели количество тысяча. Это количество продуктов, которые представлены в этом каталоге. На самом деле в каталоге есть столько же продуктов в реестре, зеленая кривая показывает, сколько продуктов имеют информацию, размещенные уже пользователями каталога. Вот, видно, что так он рос, а сейчас, опять же, напоминание о коронавирусе выходит на плато. Но я надеюсь, что он будет развиваться и дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Про open source. С open source что? Есть иллюзия бесплатности. Но вроде бы все, кто хоть чуть-чуть работает с open source понимают, что бесплатность это всего лишь иллюзия. На самом деле это просто другая структура расходов. Вот. И анализируя это, возможность использования open source у вас или свободного софта, надо такие научиться посчитать. Некуда загрнуть в прайс-лист иногда бывает, кажется, скачал и все. Вот. Но надо понимать, как вы будете оценить расходы на его внедрение и эксплуатацию. Вот нам рассказывали представители госкомпании о том, что нету специалистов на рынке. На самом деле, конечно, они есть, потому что они жутко востребованы. И они, в том числе, благодаря импортозамещению последнего года, жутко востребованы стали. Раньше как-то на это смотрели сравнительно сквозь пальцы. Вот. Их просто расхватали. Их поэтому нет. Да. Они все, на самом деле, они есть, да. Но они все очень-очень востребованы, не ищут новую работу. Скорее, их ищут. То есть, ходят по рынку, ходят волки, хет-хантеры и хватают просто компаний друг у друга этих людей. В том числе, к сожалению, иностранные компании продолжают ходить по нашему рынку, предлагать совершенно нерыночные зарплаты и выхватывать и выхватывать людей. Вот. К сожалению, тут государство с этим ничего сделать не может. Только мы сами, вендора, должны интересными задачами перебивать супервыгодные ценовые предложения от наших иностранных конкурентов. Надо понимать, какие риски связаны с правообладательным open source. Open source продукты все разные. Нет единого open source. Есть разные лицензии, разные вендора, разные копирайты, разные, в конце концов, страны, по законодательству которых, если что, вас будут судить за неправомерное использование этого open source. Надо понимать, правообладатель – это что, это американская компания или это паблик домен, нет правообладателя, все правообладатели. Надо смотреть на это внимательно. Какие вы можете нежелательные действия ожидать от правообладателя? Может быть, он уже начал блокировать доступ к собранным пакетам. Да, он не имеет право по лицензиям open source закрывать вам юридические возможности пользоваться этим. Но ничего, он закроет вам практические возможности. Если какая-то иностранная компания блокирует доступ из России к своему сайту, к документации, это уже намек на то, что возможны и какие-то другие, более серьезные проблемы. Мы знаем, что здесь степень нашей импортозависимости, к сожалению, велика. Есть KUTE, замечательная библиотека для построения поисковых интерфейсов, которым пользуются все, кому не лень в России, в том числе и виднейшие производители. Но эта KUTE, она не дружественна к России. На ее сайт зайти просто так, без VPN вы не сможете из России. О чем это говорит? Не говорит ли это о том, что могут засунуть туда и какой-то вредоносный софт, причем не баг, не уязвимость, а совершенно нормальный вредоносный код, который не будет обнаружен детектором уязвимостей, потому что уязвимостью не является. Является просто основной функцией. В конце концов, если вы даже берете не только софт свободный, а скачиваете данные, например, о границе Российской Федерации, иностранного опенсорсного источника, вы можете совершить большую ошибку, нарушить законодательство Российской Федерации. Смотрите внимательно, когда скачиваете даже данные. Они могут быть встроены в какой-то программный код, могут быть сами по себе. Значит, важно, кто будет осуществлять техподдержку, опенсорс-продукты. Если такого в России нет, это будете вы сами делать, потому что, извините, никакое международное сообщество, никакие вольные программисты не обеспечат вам не только SLA, а даже вообще хоть какое-то обещание, что на ваш баг посмотрят. Баг может исправить разработчик. Если вы думаете, что баги могут исправлять люди, которые никогда не писали программы, они не могут исправлять баги. А если они исправят, они посадят 10 новых багов вместо одного старого. Поэтому подход, типа, мы прочитаем программный код этого продукта, и если что, исправим в нем баг, это очень рискованно. Скорее всего, если первый опыт вашего программиста будет исправление багов в каком-то новом продукте, он насадит там еще 20 багов. Потренируйте его, заставьте его разрабатывать этот продукт сейчас, прежде чем пришла пора срочно править баги. Надо понимать, что это все тоже как раз входит в ту структуру расходов. Если есть российский вендор или российский представитель, в общем, тот в России, кто берется на коммерческих условиях этот саппорт оказывать, это хорошо. Если нет, ну, создавайте такого. Открытое не значит безопасное. Да, есть иллюзия, которая даже до сих пор на сайте нашей Минцифры написана, что если очень много народу смотрит на программный код, значит, в нем все ошибки видны, как на поверхности. Это не совсем так. Во-первых, есть очень сложный программный код. Есть open source продукты объемом миллионов, десятки миллионов строк кода. Например, LibreOffice, который все очень любят, но в России не разрабатывают, только делают вид. В нем 20 с лишним миллионов строк программного кода. Этот код постоянно прирастает. Если вы сядете читать этот код, его будут писать быстрее, чем вы будете его читать. Поэтому вы никогда его не прочитаете до конца. Это большая реальная проблема. Код вроде бы открыт. Это смотрим в фигу, в смысле в книгу, да, а видим там, ну, ничего не видим. Понять не можем. Прочитать можем, понять нет. Поэтому открытость кода далеко не гарантия безопасности. Если вы думаете, что все, если вы откроете свой код, его будут читать только добрые люди, это не так. Его будут читать, в первую очередь, злые люди. Добрых людей надо еще заинтересовать. Злые люди заинтересованы по умолчанию, к сожалению. К сожалению, так. Вот. Поэтому все вот иллюзии тех, кто говорит, что открытый код – это добро, это, конечно, так. Добро, да. Но оно с кулаками – это добро. И надо еще смотреть, кто этими кулаками машет – мы или наши противники. Вот. Другая тоже очень важная проблема открытого кода, что там-то никто не очень заинтересован в интеграции, тем более в кастомизации этого кода для вас. Как правило, открытый код вы получаете в виде компонентов, которые вы должны еще между собой составить. Не думайте, что всегда это будет удобно. Что они войдут друг к другу примерно как ложка и вилка. И вам придется потом долго их друг с другом соединять. Вот. Поэтому ответ такой. Если вы хотите open source, вы точно так же должны смотреть на отечественные продукты, как и для всего остального. Вот. Где его искать? Ну, к сожалению, пока что в реестре достаточно мало отечественного открытого кода, но он есть. Вот. И в реестре нет никаких ограничений на то, открытый этот код или не открытый. Важно, чтобы он был отечественным формально, юридически. Вот. В большинстве случаев open source продукты, которые отечественные вендора хотят разместить в реестре, они там размещают. Для этого есть огромное количество возможностей сделать это совершенно легально. Вот. Я очень порадовался, что недавно в реестр подала заявку отечественная компания, которая разрабатывает версию самого популярного в мире веб-сервера Nginx. Она называется NG. Вот. Это ребята из команды разработки Nginx, которые не пожелали стать иностранными. Вот. Остались в России, сделали компанию и недавно совсем подали заявку в реестр, сейчас ждут ее рассмотрения. Вот. Так что одним хорошим отечественным продуктом станет больше. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Да. Ну, и, собственно, я заканчиваю. Обращайте внимание на РПП. Спрашивайте нас. Мы большая организация. Хоть и, может быть, не самая большая в России. Вот. Есть больше. Но, тем не менее, у нас активная позиция и очень мощная экспертиза по отечественному софту. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова